Время, которое будет выражено Я очень фанат Виталии Это будет тяжелый матч Я думаю, что это будет решено В первом или втором матче Кто-то может выражать друг друга Я думаю, что это будет Виталии Смотрите нас на канале ArmBets TV У меня один фаворит Получится лучше, чем было Я же свой план еще на пресс-конференции Показал Давайте дождемся и посмотрим Исторические моменты Тут не только моя встреча Все встречи будут интересны Скажу так, если ты сейчас Будешь забывать голову этой ерундой У тебя ничего не получится А если ты сейчас забудешь про это Стрезвой, свежей головой Сделаешь свое движение Все получится И уйдешь со свежей, трезвой головой Да, прыгайся Сложная пара Дима, Трубин и Лалитин Почему сложная? Потому что антропометрия близка друг к другу У Виталика рука чуть выше Оба хорошо борются верхом Я думаю, что Виталик в принципе может доминировать Но болеть буду за Диму Трубина Пусть Виталик не обижается Морально все было хорошо, под контролем Конечно, перед выступлением переживал Но держал себя в силах И выходил за стол Довольно таки уверенно В плане самочувствия И за столом, когда я стоял боролся Контролировал все моменты, все процессы Вот, все каждый день начинаем с такого положения Не так Даже не так С ровного С ровного Прямо мандража нет Конечно, есть небольшое такое спортивное волнение Больше и больше интерес сейчас такой Прямо как разыгранный аппетит играет То есть, морально был настроен в принципе процентов на 90 Просто не особо так, чтоб что-то беспокоило Ничего такого не было Да и Виталик в принципе Он так себе приподнес, что у него рука болит Он толком не занимался Как твоя правая рука? Мы знаем, что она в общем-то не была в суперактиве Да, она болела у меня с сентября месяца Я начал лечить усердно с января месяца И буквально последний укол я поставил за неделю до турнира Сейчас я боролся на дисбаривающих Потому что у меня сегодня некоторые моменты тревожили На которые сейчас буду я работать и буду устранять Ну, в общем-то ничего Нет, все хорошо Все отличится, да? Ну, на самом деле это такой давний прием Он рабочий прием Соперника расслабить, чтобы он не видел особых проблем И на этом фоне потом пах взорваться, как ядерная бомба И дегласировать, что в принципе и получилось В первом раунде в привычной для себя борьбе верхом Виталий легко выигрывает Дмитрия Трубина Старт был настолько молниеносным, что Дима вроде бы как успел включиться Но было уже слишком поздно, его рука уже была прижата к подушке Потому что мы до этого, когда с ним разговаривали, говорили Дима, как ты оцениваешь свои силы? Как оцениваешь свои шансы? Он говорит, вот мне проще было бы отбороться с Цыпленковым Потому что, говорит, от Виталика я вообще не знаю, что ожидать Я не знаю, куда он будет давить, как он будет давить, как он будет бороться И вот это вот непонимание, мне кажется, и сыграло злую шутку Дмитрия Физически я, конечно, хотел бы получше форму набрать Но как приехал, так получилось, конечно, уже Все-таки не ожидал от Виталия такого старта Я все-таки думал, что его с ним старт буду подлавливать, но не получилось Все поединки выиграл, в принципе, я Диму на старт Понял, что все под контролем, когда уже было 3-0 Когда я понял, что я уже лидирую, в любом случае, если проиграю ему раз, два раза выиграю Нет шанса, нет шанса Виталий очень слишком хорошо Он слишком слишком хорошо Он не близко Он не близко Единственная шанса, если он двигает киньс Это единственная шанса Виталий пришел с уникальным набором своих феноменальных качеств У него шикарная антропометрия, большая кисть, длинные сильные пальцы Хорошая физическая подготовленность Он подготовился к топ-8 максимально То есть лучшего Виталия Лалитина я не видел И Диме Трубину было катастрофически нельзя работать вторым номером То есть бороться с Виталием нужно только под старт и только в свое движение Иначе у тебя рука просто будет выходить Его антропометрия перекрывает все верхние точки, которые есть у Трубина Это и было секретом поражения Димы Ну, Диме Трубину явно неудобно работать с Виталиком Потому что у Димы одно движение верхом, а Виталик перебивает его Мне кажется, он больше, Дима, никуда не может зайти Ну, потому что его, ну, другие движения, мне кажется, у Димы не отработаны А это не проходит, и все Ничего такого сложного я не вижу Просто вот такая ситуация Да, с первого раунда все уже пошло не так Все пошло не по плану На выставлении, то есть на захвате уже было крайне неудобно Вообще крайне неудобно было Ну, в принципе, было пару моментов, когда он не дотянул И когда я дотянул, и мне победу не дали Ну, это все равно, даже если бы эти пару моментов убрать Был бы счет 4-2, и Виталик по-любому выиграл бы Ну, когда уже было 4-0, я уже боролся вообще без всяких переживаний, без всяких сомнений Так уже выиграл После 4-го раунда было уже, ну, уже было все Исход поединка был понятен Но надо отдать должное Диме, что он боролся все 6 раундов Даже в 6-м раунде он боролся, он стартовал, он пытался Виталика выиграть Дима настоящий боец, никогда не сдается, идет всегда до конца Но в 6-м раунде Виталик дал Диме стартануть первому Дима стартанул, Виталий его просто остановил и заборол верхом Через кисть, выбил кисть и заборол верхом Это была жирная точка Это была жирная точка, да, Виталик показал, что вот я могу побороться даже вторым номером Дать тебе надавить и забороть Ну, скажу так, что прям в силовых я не вырос У меня была основная задача восстановиться Занимался на восстановление И все-таки подготовка была такая затяжная Я все-таки думал уже, что буду бороться с Денисом Цыпленковым На старт вообще не готовился То есть это была моя роковая ошибка То есть стартовую позицию не укрепила Диме не хватило старта, это однозначно Василий он очень хороший, возможно даже сильнее меня Но старта ему не хватило Просто ситуация такая Трубин готовился на Цыпленкова И он качал вверх, соответственно, просто вверх Он меньше делал акцент на пальцы, на кисть Он делал больше акцент на центр И на вот эту пронацию, на этот угол Он не на Лолетина готовился А потом ему раз и подставляет Лолетина Ну и как бы, соответственно, то есть ему надо было наоборот вот это вот Готовить специально против Лолетина Ну и как бы получается неудачная ситуация Прошла жеребьевка топ-8 и объявили, что Дима будет бороться с Денисом Цыпленковым Тогда уже как бы, ну, мне кажется, Диму списали со счетов и сказали, что Денис по-любому выиграет, Денис сильнее Уже как бы Диму записали проигравших, да, волцайгеров Когда с Денисом случилась неприятная ситуация, что он попал в больницу, Дениса заменил Виталий Лолетин Появилась надежда, что Дима Трубин реабилитируется за все свои прошлые поражения Выиграет Виталия и попадет в чемпионский пул Но, как мы видели, уже в первом раунде было понятно, что Виталий очень неудобный для Дмитрия Все мы знаем, что Дима плохо борется с верховиками Пробовал он побороться и в крюк, пробовал побороться и в трицепс, и вверх-наверх он пробовал Но Виталий его превосходил в скорости и превосходил его, мне кажется, в углах И в данный момент увидим, что Трубин, этот Лолетин, пользуется как раз вот его кистью Что же Лолетину и нужно Он совершенно по-другому должен подходить тренировкам А он готовился на одного человека, но меняли другого Ну, то есть, как бы Трубина можно оправдать в этом плане Ну, Металлик, Металлик серьезно добавил Я все-таки думал, что даже если он мне даст хороший бой, то будет в мою сторону счет Прошло три года, три с половиной года прошло, как мы с Дмитрием боролись Я весил 105 килограмм, сейчас я вешу 125 килограмм Разница 20 килограмм, почти его догнал В этот раз он был на 10 килограмм, потяжелее меня, но, так скажем, вес не всегда имеет значения Я не ожидал, я когда еду на соревнования, еду бороться и не еду, выигрывать И я не знаю, что там я буду самым сильным я выиграю Там могу я приехать на чемпионат города родного и знать, что буду сильный, не волноваться, не переживать А этот турнир особенно для меня Это первый такой турнир в истории армлестлинга, я в нем участвую Еще с таким великим и именитым спортсменом, как Дмитрий Трубин И я очень счастлив, что мне удалось его выиграть Я даже, честно говоря, не думал, что так произойдет Я думал, что будет по обратной стороне Ну, честь отстоял Денису теперь не стыдно в глаза даже посмотреть Красную футболку не поменял на желтую, он будет бороться в красной футболке На следующий раз Я не знаю даже, что еще Ты-то сам довольный Да, конечно, доволен Денису теперь Я пойду